всем привет меня зовут артем земляк этим вид команды sky компании smart консалтинг и сегодня мы поговорим о фаст конформере а именно о том как мы его обучали почему вообще его выбрали и о попытках его модификации но сначала посмотрим на то какие вообще у нас сср модели бывают мы их можем разделить по методу например это марковские модели с возможно слоями дополнительными в виде нейронки какой-нибудь маленькой но вот сейчас основной современный метод это использование именно конкретно нейронок отдельных их проще обучать они не так критичны данным и уже лучше по качеству модели могут делиться также и по модульности то есть это могут быть отдельная акустическая модель потом отдельная лингвистическая модель но сейчас вот современный подход этот end to end модели которые проще обучать проще готовить данные него тоже лучше по качеству если мы посмотрим модели по архитектуре то первые зачастую попадаются это fit forward network и рнн ки и конф с слоями трансформеры но сейчас вот такой некоторый тренд это соединение трансформера с он в слоями это оптимально по скорости и по качеству если мы посмотрим на конкретные архитектуры то у нас вот есть и в автовек с его он супер вайс подходом вишпор который у нас трансформер и многие думаю о нем слышали и тоже довольно популярная архитектура трансформера секун слоями это конформер но у него есть определенные проблемы мы работаем с клиентами на cpu и нам очень важна скорость на cpu и вот у конформера проблемы со скоростью есть несколько самых таких ключевых вещей первое это конволюши subsembling слой он довольно медленный потому что там стандартный он слои используется есть также проблема с multi-head self-attention из-за стандартной квадратичные сложности при удлинении последовательности также медленно довольно таки отрабатывает у нас та размерность которая в целом модели присутствует в виде фичей по time-домену это 40 ms-trade окно у нас получается и это в принципе тоже можно оптимизировать мы вот очень много времени потратили на изучение модификации конформера какие они вообще есть то есть что там меняют как делают но там у всех есть свои плюсы и минусы в итоге выбрали fast конформер потому что в нем самые простые изменения при этом ускорение в два-три раза идет нет потерь качества и довольно таки стабильное обучение также он есть в нем а что нам было довольно таки хорошо потому что мы работаем через нем а если посмотреть на изменения то их тут несколько и они довольно небольшие первое основное это замена обычных кон слоев на кон слои депф вайс потому что вот они работают более оптимально при этом без потери качества также там идет у нас редукшен рейта с 10 миллисекунд до 80 то есть вместо 4x у нас получается 8x и это тоже ускоряет модель но при этом да немножко меньше фичей получается меньше размерность но это не особо сильно влияет на качество при этом мы также все он в кернл сайс в конволюционном модуле меняем с 31 до 9 и суммарно мы получаем ускорение примерно где-то около там трехкратного давайте посмотрим уже на конкретное сравнение архитектур по ртф у здесь у нас представлены несколько моделей это конформер стандартный сквиз формер и fast-конформеры все это производные вот конформера модели с ctc декодером large 120 миллионов параметров на питорче на cpu тут сразу скажу что вверх примерно вот между ними различается где-то примерно плюс минус 5 процентов абсолютный вверх вот исходя из статей которые вот есть по этим моделям или из там каких-нибудь из суев гитлабе гитхабе нема также по от ртф кисе мы посмотрим то мы видим что сквиз формер он побыстрее чем конформер примерно в полтора раза но вот fast-конформер он быстрее еще то есть в итоге примерно в три раза ускорение у него идет если мы переключимся на другой фреймворк например на x runtime который часто используется для инференции на cpu то сам конформер тут получает трехкратное ускорение относительно своей питорч версии но при этом fast-конформер он тоже уже получает трехкратное ускорение ну в итоге разница остается та же самая если мы посмотрим на гпук ситуацию то здесь у нас в целом раз в 10 идет ускорение всех моделей или даже больше но при этом все равно разница между ними также остается на питорче на гпу мы получаем что примерно двухкратное ускорение идет фаст версии конформер относительно и без лайна если мы хотим посмотреть на различные версии самого fast-конформера по размеру вот как отработает то у нас здесь вполне стандартная зависимость получается если у нас моделька маленькая то у нее ртф конечно довольно быстро и в при этом довольно хороший неплохой совсем если мы хотим что-то прям качественное хорошее мы можем взять x-large модельку при этом она не будет супер медленной несмотря на большое количество параметров давайте уже тогда перейдем к обучению у нас выработался ей энту энд такой процесс из двух глобальных этапов это притрейн на русском языке и fine tune под домен первым этапом у нас это обучение на коротких отрезках до пяти секунд потом обучение на длинных отрезках до 20 секунд такое разделение нужно чтобы модель быстрее встала в какой-то там понимание первичных фичей аудио фичей дальше после всего этого притрейна мы делаем fine tune третий получается этап это все вблэблинг или кнопочек дистилейшн и дальше после всего уже fine tune на ручной разметки есть такой вопрос вот какие сам нужно брать довольно простые ответы это мы берем притрейны если есть притрейна русском если его нету притрейна английском если вообще ничего нет то обучаем с данные при этом у нас соответственно есть три датасета это 6000 часов русских открытых датасетов 10 часов автоматической разметки под домен этого для knowledge distillation и псевдолейблинг и 20 часов ручной разметки тоже под домен символьные мы используем маленькие буквы русского алфавита и домен у нас вот 8 килогерц телефонии колл-центр если мы пойдем в тему как раз таки регуляризации модели вот как еще мы можем под со стороны данных тут что-то сделать этот как раз таки аугментации стандартную аугментацию мы используем это аугментации спектрограмма именно spec аук у него есть статья можно почитать более подробно что именно там есть но вот в целом это любые изменения именно mail спектрограммы вот мы использовали именно стандартный которым нам и прописаны это маскирование по игреку это вот частота и по иксу это время довольно стандартный хороший который хватает вполне для регулизации токенайзер мы использовали не стандартный интересный это bpe 498 вакап довольно большой обычно используется там 128 или 1024 например вот но здесь мы увидели на медиум модели то что в целом есть прирост качества где-то на один процент абсолютного вера да увеличивается немножко веса декодеров там чуть-чуть совсем ускорение падает скорость инференс модели но это не так страшно как именно прирост качества а также была идея то что может быть теоретическое ускорение все таки инференса при использовании ламки там и соответственно их нибудь авторегрессионных дополнений кодера но вот мы это на практике так пока и не увидели вот где кодеру как раз перейдем мы используем ctc так как он в целом очень быстрый у него хорошая сходимость в целом и особенно для фасконформера тоже и он в целом отлично подходит для домена телефонии вот особенно не важно характер error rate и по скорости если мы посмотрим то он примерно где-то в полтора раза там быстрее чем rnt версия одна из фишек у нас это использование inter ctc лоссом при обучении такая штука которая у нас встраивается на определенный слой модели дополнительный лосс ctc с определенным коэффициентом то есть вот для медиум модели это например на девятом слое из 18 с коэффициентом 0.3 для других моделей там тоже цифры приведены которые вот мы брали как стандартные рекомендации из статьи тоже можно почитать поисленовать в целом вся эта тема не влияет на скорость обучения ускоряет сходимость и важные вещи то что она также улучшает реализацию первых слоев которые вот идут до как раз таки этого сети силоса и интер сети силоса и в целом мы получаем примерно уменьшение вверх абсолютно где-то на один процент вот в зависимости конечно конечно от от этапа тренировки если мы посмотрим на параметры то здесь у нас мы использовали 120 эпох на каждый этап тоже зависит от модели и ресурсы какие в целом есть но это примерно то число которого достаточно чтобы модель ну более-менее под этап сошлась суммарный батч у нас получался 2048 этот когда батч модели которые вот в целом на гп влезает увеличиваю умножается на камалорит град батч который в тренировочном конфиге устанавливается вот он должен быть 2048 чтобы максимальное количество фичей захватывать а и вообще в целом хорошая сходимость была присижен у нас бы в 16 он два раза ускоряет тренировку без потерь сходимости итоговой точности при этом он стабильный по сравнению чем fp16 там у него бывают те же самые взрывы градиента которые бывают наши дуле ри который в целом у у нас резон улучшить сходимость модели тоже в целом и при этом чтобы модель не забывала те фичи которые были изначально заучены то есть у нас там идет изменение в начале и в конце тренировки но вот например мы использовали кузин анилинг который вот наиболее стабильный у него вот нету проблем со взрывами ингредиентов которые вот были например с некоторыми другими как вот но там был определенный тоже оптимайзер у нас стандартная домбе и лернингрейты в зависимости от этапа где поселение нужно учить например тренинг там минус третьей степени на фантюне чтобы фичи не забывали спритрейна это вот минус пятая степень давайте посмотрим уже на весь пайплайн обучения например xlash ctc модельки с методиками вера в процентах у нас было два домена два колл-центра первичная у нас была вот притрейн модель на русском домене 6000 часов далее мы попробовали обучить понтюн ручной поучили это один из процентов потом спритрейна мы попробовали всего делаем плент обучить получили десять процентов то есть перед лейблинг который мы как раз на понтюн ручной разметили и 10 процентов получили потом опять сделали ручной и получили уже около в среднем 9%. То есть мы видим, что псевдолебинг примерно 2% веры вот так вот сразу может докинуть. Дальше, если мы используем KNLM, это у нас рескоринг, дополнительный там еще и с BeamSearch, энграммная моделька, которая позволяет некоторые ошибки исправить, исходя из статистических данных по текстовому домену. Мы получаем 8,7%. Это у нас первая версия, первая итерация, по которой мы дальше уже тоже делаем псевдолебелинг и используем еще дополнительный ровер. Мы берем там несколько моделей, там некоторая еще другая модель, которая в хатт-декодер у нас использовалась, но там чуть позже будет. Соответственно, обучаем тогда еще одну итерацию, тут с балансом и небалансом. Мы пробовали, так как у нас между доменами полуцентров есть некоторый дисбаланс по количеству примеров. Уже получили метрики получше, чем вот в первой версии. И далее наручной датренили, и вот КНЛМ тоже используют, чтобы посмотреть, как тоже декидывают. В итоге мы получили вот итоговую метрику, вторую версию, которая вот 8,5%, что очень хорошо для домена телефонии. Тут сразу скажу, что скорее всего для этой модели это предел, потому что мы уже пробовали всякие различные вариации дальнейшего файн-тюнинга, и псевдолейбелинг, и просто долгое обучение. Много вещей перепробовали, и вот из 8,5% именно вот без КНЛМ мы не можем выйти за вот эту метрику. То есть, скорее всего, это уже довольно-таки предел модели. Давайте перейдем к медиум модели, которая намного меньше, и здесь вот в целом пайплайн тот же самый, только мы используем не псевдолейбелинг, а knowledge distillation, когда мы приносим знания с большой модели на маленькую. В данном случае у нас это x-large модель, ее разметка. Вот сразу мы получили 11% вер, просто на обучении притрейна на этой разметке. Дальше файн-тюн наручной, и уже видим метрику в 10,5%, что очень круто для такой вот медиум модельки, там в 30 миллионов параметров, не особо большой. И вот получаем первую версию, и ее уже потом тоже через knowledge distillation, и ручную разметку пытаемся дотюнить, но здесь вот уже не особо большой прирост был. Дальше тоже скажу, что там через следующие этапы, еще там и третья версия была, третий этап файн-тюнов, там уже прироста метрики не было, поэтому здесь, скорее всего, тоже мы уже уперлись в либо предел ручной разметки, и нужно ее больше, либо уже, соответственно, в целом в предел объема модели. Давайте посмотрим на сравнение нескольких моделей, как раз-таки Fast Conformer, Medium и x-large, я о них вот только что уже рассказал, цифры тут, в принципе, те же самые, первого этапа, вот, плюс, соответственно, РТФ вынесены, и есть еще модель, вот новая, которая недавно вышла от коллег из Bear Devices, GigaIM CTC, она довольно большая, там 200 чем-то миллионов параметров, в основе идет Conformer в целом, и она получается довольно медленная моделька, но при этом безлайн был у нее очень хороший, вот этот вот притрейн, то есть он показал результат, например, на втором калл-центре прям довольно получше, чем наш x-large притрейн, но при этом баланс вот между доменами здесь довольно-таки потерянный такой, то есть довольно большой дисбаланс здесь идет, но при этом вот если мы дальше смотрим обучение, этот дисбаланс сохраняется, хотя вот, конечно, сама метрика веры, она довольно-таки хорошо уменьшается, но при этом, несмотря на то, что модель медленнее, то есть предполагается то, что она довольно-таки больше должна каких-то фичей вытаскивать, скорее всего, но это вот не случилось, и мы смотрим по веру, здесь у нас вот выигрывает Fast Conformer x-large, который при этом и раза в три быстрее. Если мы берем Medium модель, то она не особо сильно хуже, но при этом она еще в 7 раз быстрее. Допустим, нам этого недостаточно, мы все-таки хотим как-то еще дальше пойти, там улучшить, там, допустим, качество, может быть, с потерей скорости где-то, допустим, если мы хотим там мегакачественную модель для предразметки, то вот здесь вот мы можем посмотреть, вот первое, это вот на выбор какого-то другого декодера. Мы используем CTC, он довольно стандартный, простой, но есть там еще с дополнительными слоями обучаемыми, например, там RNT, тоже довольно-таки популярный сейчас HAT, его развитие есть гибридный, когда у нас и CTC, и RNT есть, есть Time Token Prediction, Duration, когда у нас как раз таки времена токенов тоже предсказываются, там отдельная тема такая есть. Есть AED с RNT, трансформерами, вот в Nemo недавно тоже там модель Канаре вышла интересная. есть SIP, тоже такой декодер интересный, который позволяет предсказывать время каждых фичей. У нас обычно там фичи это какие-то определенные, там 15 миллисекунд, например, то здесь у нас предлагается обучать вот как раз таки длину вот этих вот фичей. мы решили попробовать xLarge обучить, но вот именно под HAT декодер, то есть мы взяли CTC уже и претрейн, и fine-tuned модель, и поменяли декодер, но мы пробовали и морозить энкодер, и не морозить, и всяко разноразовыми по плану обучать, не получилось выбить метрику вера лучше, чем у CTC. То есть HAT оказался похуже по метрикам, и вот видится, что HAT, вот моделька, она будет прям, скорее всего, подтверждать гипотезу, что RNT-подобные декодеры, они не особо подходят домены колл-центров из-за его большой шумности и телефонии. В отступлении сам HAT декодер, он идет в расширении RNT-декодера, тоже там отдельно у нас используется мини-моделька для предсказания лейблов, но вот в RNT это еще и бланки этой же моделькой предсказываются, здесь вот идет разделение и отдельно бланки предсказываются, это нам позволяет, так скажем, внутренней этой LN-кой предсказывать только лейблы, что позволяет нам отдельно оценивать вообще, насколько нам нужно использовать вот эту LN-ку в рескоринге или нет дополнительно, или мы можем там обойтись без нее, или еще один из вариантов это отдельно ее притрейнить и вставлять сюда, там немножко добычать и таким образом улучшать качество еще и с языковой стороны. Так, дальше вот мы вообще тоже вернулись к тем статьям, которые изучали, там дополнительно изучили по различным архитектурам, вот конформера, его модификациям, то, что я вначале говорил, упоминал, здесь вот мы много всего просмотрели, как вообще кто что делает, какие метрики, как это соотносится между статьями, и выделили несколько ключевых вещей, которые в целом, вот помимо некоторых доработок самого фаст-конформера, что можно было бы еще привнести. Здесь у нас получается несколько вещей, которые в целом можно как и для конформера тоже делать, так и для фаст-конформера. Первое из них это переместить attention, multi-head self-attention с conf-модулем, друг друга поменять местами. Идея в том, что это позволит сначала некоторые локальные взаимосвязи находить, также их передавать потом в multi-head self-attention, чтобы более глобальные какие-то отношения смотреть. И при этом еще мы можем вообще убрать position embedding, соответственно, у нас потеряется вроде бы как понимание, что где находится multi-head self-attention, но мы из convolution в модуле, так как у нас в начале он стоит, мы можем все равно локальные взаимоотношения получить. И этого может оказаться достаточно для распознавания речи, так как нам далеко не всегда вообще нужно смотреть на какие-то длинные расстояния. Локальных взаимоотношений может хватить. Еще отдельная тема есть, это улучшение subsampling слоя, но здесь мы пробовали вставлять слои и модули от других визуальных моделей, и от Swift моделей, и вот там NextFormer от ConvNext. Здесь это все не особо как-то повлияло, потому что слой становится довольно-таки медленным. приходится уменьшать размеры и количество слоев других, которые последующие идут, и это вот как раз-таки не особо улучшает вообще качество, зачастую даже деградирует, при этом модель становится медленнее суммарно. Все вот эти наши работы выполнялись наш крутой Sky командой, мы разрабатываем при этом не только модели распознавания речи, но и в целом комплексные решения, которые в целом направлены на такую тему, как светлый И, мы используем речевые технологии, там это NLP, LLM-ки и так далее, для разработки помощников для людей. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok